здравствуйте дорогие зрители подписчики и гости нашего канала вы смотрите цветы в доме комнатные растения сегодня у нас растения за которыми сможет ухаживать даже ребенок сложно в наше время представить себе жилой дом или квартиру где нет домашних растений многие хозяйки получают удовольствие ухаживая за ними поливают пересаживают даже разговаривают с ними среди растений есть достаточно неприхотливые в уходе драцена сандера выносливый и неприхотливый в уходе и выращивание псевдобамбук его еще называют бамбук счастья растения драцена сандера можно выращивать как в земле так и в воде уход минимален подкормка полив и иногда пересадка требуется большой горшок этот цветок любит пространство и необходимо рассеянное освещение под прямыми лучами растение погибнет влажность в комнате сквозняки частое проветривание цветок выносит легко не боится застоя воды для поддержания красоты внешнего вида листья растения необходимо протирать влажной губкой подкармливать бамбук счастья часто тоже не нужно достаточно это производить раз в месяц формирование кроны обрезку тоже переносит безболезненно чудесно приживается на новом месте шифлера это растение цветовода ценят за красоту легкость в уходе и неприхотливость домашний цветок любит свет желательно его размещать с южной стороны но без попадания на него прямых лучей солнца комфортно чувствует себя и при нормальной и при большой влажности допустимы небольшие колебания температуры полив производится водой комнатной температуры и систематически но умеренно подкормка любым универсальным удобрением для домашних цветов колонхоя колонхоя выносливое растение уход за ним настолько прост что под силу даже начинающему цветоводу летом его необходимо притянять а зимой дополнительно освещать цветок необходимо регулярно поливать колонхоя легко может смириться с недостатком влаги но вот к большому количеству воды чувствителен к влажности воздуха цветок равнодушен почва и подкормка подходят любые обязателен дренаж пересаживать нужно при необходимости например если горшок стал мал пахироводная одной из первых мест у любителей цветоводов занимает пахироводная классическая внешность строгий силуэт большие размеры это отличает ее от других домашних растений температурный режим любой комнатный но если температура будет выше или ниже нормы растение легко адаптируется к этому полив подкормка для пахиры частые не требуется формирование кроны не нужно пересаживают это растение тоже только по мере необходимости единственное к чему надо быть внимательным это освещение здесь строгие требования либо местоположение должно быть солнечное либо рассеянный яркий свет для этого цветка одновременно опасны и прямые солнечные лучи и даже легкая полутень а бутилон необычайные домашние растения с кленовидными листьями и цветками похожими на фонарики цвета разнообразные красные розовые фиолетовые персиковые и другие несмотря на впечатляющий вид растение исключительной заботы не требует а цветет практически весь год рекомендуемая температура воздуха от 13 до 25 градусов влажность желательно большая но при невозможности соблюдения этого пункта можно часто опрыскивать цветок освещение должно быть яркое полив в период цветения частый а зимой умеренный грунт покупают готовый а подкормку следует проводить пару раз в месяц замиокулькас такое растение как замиокулькость вырастить в домашних условиях легко необходимо соблюдать условия температура зимой около 15 градусов летом до 28 рассеянный яркий свет частые поливы летом до двух раз в неделю и умеренные увлажнения а зимой один раз в 15 дней подкормка только во время вегетации один раз в неделю грунт должен быть рыхлый и дренированный влажность воздуха не имеет значения в уходе за этим растением главное не допускать перелива воды беречь его от сквозняков и перепадов температуры монантес это растение активно растет и замечательно себя чувствует только при ярком освещении и комнатной температуре чудесно переносит сухой воздух грунт для него лучше выбрать содержанием песка легкий и рыхлый период цветения его поливают умеренно но регулярно в период покоя количество поливов сокращают но постепенно пересаживают этот цветок только по мере необходимости а подкармливают раз в год удобрением для кактусов бегония одним из самых популярных домашних растений является бегония уход за этим цветком потребует определенных навыков но не сложных свет для бегония должен быть ярким но рассеянным температура от 18 до 26 градусов комнату необходимо проветривать но не допускать сквозняков почву лучше использовать рыхлую дренаж должен работать исправно а полив необходим умеренный при соблюдении этих условий цветок будет радовать вас продолжительное время неприхотливых домашних растений много но все они так или иначе требуют определенного внимания к себе при должном уходе цветы будут радовать хозяина своей красотой ну вот собственно и все у нас на сегодня но поделиться с нами своим личным опытом или выразить свое мнение можно в комментариях а с вами был канал цветы в доме комнатные растения если вы еще не успели подписаться то подписывайтесь и вы всегда и все будете знать о своих любимых растениях а я же всех благодарю за оценки к видео и всем пока до следующих встреч